У нас нет времени для знакомства с моей биографией. Я думаю, что там где-то, если захотите, прочитайте, наберете, там есть. Только одна памятная вещь, которая меня удивляет всегда и забота моя, о том, что у нас из 11 детей появилось 22 человека, а потом 38 внуков, из них больше ребят. Сейчас мы тоже ожидаем одного внука. Ну и, конечно, уже ожидаем третьего правнука. Никогда не думал, что вот от моей ветки будет такая она плодовитая, и вот столько будет много-много ребят и девушек. Наша тема сегодня об исповедании. Это попросили братья, это не мое было желание, просто по разнарядке, по беседе братьев. Ну, наверное, они наблюдают, и они попросили меня, чтобы осветить эту тему. Эту тему мы проводили вместе с братом Константином Лиховодовым из Портленда две недели назад на одном из кемпов. Что меня удивило, после этой беседы, как минимум 6 или 8 человек только ко мне подошли с желанием иметь исповедание. Слово исповедание, вы знаете, что оно означает, да? Кто поможет? Исповедание. Что означает это слово? Брат Олег, вы же должны знать это. Открыть что-то. Открыть сокрытое. Ну, кроме того, что есть еще два значения в Ветхом, в Новом Завете, это исповедание веры. Это значит, когда я открыто говорю о том, кто я, и кого я принимаю как Бога моего, кого я славлю, о ком я проповедую. Ну, вот одно из значений слова исповедания, в словарях тоже так отражено, это означает слово открыть сокрытое. Вот в этой области мне приходилось заниматься этим, и братьям, которые здесь пастора, мне в течение нескольких десятков лет. И последний звонок был буквально вчера, когда я вышел из самолета. Звонок, и только я сел в машину, брат меня светил за ноги, я нажал, и там такие слезы, такой плач, и одна из сестер, одна из церквей, церквей просит, вы можете мне помочь? Мне нужна обязательно встреча. Видимо, раковые заболевания последние дни. Я говорю, я в Миннесоту прилетел на конгресс. Тогда давайте помолимся, чтобы я до понедельника дожила. То есть я вернусь в понедельник. Я знаю, что там есть братьев, много братьев, абсолютно уверены, здесь есть, но у меня всегда вопрос встает такой, а почему сюда звонят? Ну и вам тоже звонят. Почему сразу не идут туда? Оказывается, одна вот из таких вопросов возникает, оказывается, тема исповедания или открытая, а мытный человек ищет кого-то, кто бы помог, кому есть доверие, что он действительно поймет и понесет, и не откроет. Вот это стало дефицитом сегодня. Ну, с самого начала давайте так. Значит, первое место, которое я вам прочитаю, как начало нашей беседы, это Псалом 50-й, или Псалом 31-й сначала, а потом 50-й. Итак, я его читаю. 31-й Псалом, 5-й стих, 33-5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Еще раз я это напомню. Смотрите. «Но я открыл тебе». Я вот прям выделяю, я здесь подчеркнул для себя. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Это молитва царя Давида. Это была кульминация его страданий и мучений внутренних. Второе место, которое... Это книга «Послание евреям», 13-й глава, 4-й стих. «Брак у всех, да будет честен, ложи не порочны». Я обращаю внимание на первую часть. «Брак у всех, да будет честен, честный, открытый, чтобы не было теневых пятен или каких-то вопросов в прошлом». И еще одно место, это «Послание Иакова», 5-я глава, последние стихи. Итак, Иакова, 5-я глава. Я читаю, ну, давайте, 16-го. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Еще раз и прочитаю. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Вот я вам несколько мест прочитал. Почему я прочитал? Потому что с самого начала это несколько таких вопросов. Откуда это произошло, исповедание? Первое. Может быть, это предание старцев? Кто знает? Может быть, тематика исповедания это предание старцев, которые нам передали, что есть такая тема «Полезность исповедания открыт-сокрытая». Молчите. Хорошо, дальше спрашиваю. Может быть, это традиция нашего баптистского братства? Кто знает? Может быть, это традиция? Брат Олег улыбается. Это было еще до баптистского братства. Спасибо. В православных точно есть. В Германии там часто бывает. Там есть специальные храмы, комнаты для исповедания. Ну и третье. Это, может быть, это просто приобретенная практика поместных церквей. Нашли нужным, что это хорошо и полезно. Стали об этом практиковать. И пошла, так сказать, реклама, что есть такая область исповедания. Старцы, практика, традиция, братство. Ну и последнее. Что? И последнее, что я хотел сказать о том, что нет, это библейская практика. Это помощь библейская душам, страждущим, которые оказались в узах согрешения, греха и мучаются. Так вот, оказывается, исповедание, оно приносит большую пользу и радость. Я вам должен сказать, это истина о том, что исповедание, это для нас большая радость, потому что это одно из лекарств, которое приносит исцеление душам, молодым и пожилым. Исповедание, открытие сокрытого, это наше лекарство, это польза нашим сердцам и душам. Кстати, если кто-то хочет на пол сесть, вы садитесь, что вы? Я тоже сидел. Я был на конгрессах, где по пять тысяч было делегатов, других, филиппинские там острова и другие, и мы садились спокойно на карпе, теплые, так что не смущайтесь. Итак, библейская истина. Итак, 1 Коринфян 4, 15. Вот там для меня сокрыт, ну, как скажем, один из таких условий, что ли. Ну, я прочитаю вам, чтобы было понятно. Апостол Павел пишет, «Ибо хотя у вас тысячи наставников...» На меня внимание, чтобы вам не отвлекаться. Если садиться, сразу падаете и все. Все сразу успокоятся. Итак, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов...» «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием...» Вот это для меня секрет, который действительно приносит пользу душам. Смотрите, апостол Павел говорит, «Ибо хотя у вас много наставников, тысячи во Христе, но немного отцов...» «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием...» Дело в том, что оказывается, особенно мы говорим о служителях, как правило, что мы все должны иметь, особенно служители, сердце отца, отцовское сердце. Потому что в этом есть нужда. Здесь написано «тысячи наставников, тысячи проповедников...» Оказывается, истина показала, что не все проповедники могут быть отцами. И вот на сегодняшний день это заметно в церквах, о том, что люди не ко всем расположены. Может быть, одна из таких дефицитных истин – это о том, что нужда в этой церкви – это отцовские сердца. Это не всегда, чтобы был пастор даже. Нет, не всегда. И на практике убедился. Это, видимо, люди благочестивые, которые жизнью показали о том, что она, то есть сама жизнь их, они сами, их семьи, их жизнь, их проповедь показала о том, что это люди богатые внутренним духовным миром, которые не только могут, не сами только могут жить, но и помогать могут тем нуждающимся. Я заметил, что, оказывается, к таким людям не направляет кто-то, а они идут, потому что внутри Господь ведет. Вот это запомните. У кого есть кладезь духовной силы, близости к Богу и есть сила помочь, к ним Бог направляет людей. Такова была моя бабушка. Она была диаконистой после Ленинграда, после блокады. Ее сюда вывезли, переселились, и к ней, как вот по тропиночке, шли души, и даже пастора местные говорили, «Сестра, к вам идите, мы не осуждаем, потому что, оказывается, Бог вам дал вот такое служение». Это редко бывает. И она до самой смерти служила для комиссии в поместной церкви. Ну ладно. Итак, ибо хотя у вас много наставников, но мало отцов вот в этом. Итак, что такое исповедание? Это открыть сокровенное, то, что беспокоит или мучает. Я вам хочу сказать несколько таких вещей. За жизнь я записал, сколько вариантов, или сколько таких ситуаций, которые могут помочь нам. Эти ситуации, их шесть. Следующее, смотрите, где можно использовать исповедание, которое приносит пользу. Итак, рекомендуется или советуется, но не обязательно. Это не закон, абсолютно нет. Исповедание рекомендуется после нашего покаяния. Первое. Я вернусь снова к первому. Второе. Исповедание и доверительная беседа рекомендуется перед крещением, когда приходит время после беседы в поместной церкви. Третье. Особенно хорошо, когда исповедание, если доверительная беседа перед браком. Все, что на меня смотрите-то? Братья, вы что, не пишете это, что ли, молодые? Кто не женаты, запишите сразу. Беседа перед браком. Третье. То есть это четвертое. Четвертое. Особенно рекомендуется это перед избранием на служение в поместных церквах. Пятое. Я как говорю о том, что если когда-то кто-то заболел, а форма болезни тяжелая, может быть даже смертельная, то же самое рекомендуется. Помните, мы с вами касались этого места. Пригласите пресс-витеров. Побеседуйте. Я даже сейчас прочитаю вам. Итак. Признавайте друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. То есть я не все читал, только часть. Итак, когда приходят заболевания, и вы чувствуете о том, что есть большие переживания, опасные, томления души, как будто в узах завязаны и нет выхода, советую вам и рекомендую на основании писания побеседовать с тем, кому расположено ваше сердце. И последнее, это перед смертью. То, что в практике лично моей и других служителей, я слышал, практикуется, потому что, когда приходит время перехода в вечность, и человек остается самая последняя возможность, и этой возможности бывает только пять минут. Вот у меня это и было. Шесть минут перед смертью. Итак, кто помнит первый момент? Советы для исповедания. Первый момент. После покаяния. Второй. Перед кричением. Третий. Перед браком. Перед браком. Четвертый. Перед избранием на служение. Да, пятый. Болезни. И шестое. Это перед смертью. Итак, вот мы читаем с вами Матфея 3, 6. Если кто может быстренько открыть, откройте, чтобы прочитать. И кто-то приготовьте место Якова. Ой, виноват. Первое Петра 3, 21. Петер, открой это место. У тебя Библия есть, да? Первое Петра 3, 21. Кто Яков откроет еще раз, чтобы прочитать? То есть Матфея 3, 6. Да, она виноват. Матфея 3, 6. У кого Библия есть? Откройте, пожалуйста, прочитайте. Первое Петра, читайте. Да. Первое Петра. 3, 21. 3, 21. Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Молодцы, спасибо. Спасает воскресенье. Не закрывай, потому что еще раз пьется читать. А вот первое место, как мы с вами договорились, это рекомендуется беседа доверительная после покаяния. Это 3, 6. Матфея, кто открыл? Пожалуйста. Крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Еще раз, только спокойно, размеренно так. И крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Спасибо. Заметили? И крестились от Иоанна в Иордане, исповедуя грехи свои. Параллельное место Деяния апостолов, 19, 18, 19. Кто-то, может быть, откройте, прочитайте. Вы не закрывайте про это место. Итак, вот первое место, когда мы говорили о том, что исповедание или доверительная беседа, такая откровенная, полезная, рекомендуется, если кому это нужно, кого что тревожит после покаяния. Вы знаете, вот я заметил в практике, и другие братья, когда мы имеем священие, служители, мы заметили, что оказывается, почти у каждого второго со временем приходит переживание, мучение и вопрос, опрощено ли мне. Почему приходят эти сомнения? Не бойтесь их, они, естественно, у многих. Потому что, когда проходит наше покаяние, особенно на больших форумах, как сегодня, или на какой-то конференции молодежной, или в церкви поместной, где 500, 600, 700 или 800 человек, то там наше покаяние очень скромное и короткое. Какие основные слова мы говорим там? Господи, прости грехи мои. Все говорим. Аминь. Но потом проходит время, и всплывают вещи, которые мы любили прежде, и они начинают возвращаться, мучить и беспокоить. И приходят сомнения. А почему не приходят? Может быть, я неправильно покаялся? Вот начинается борьба. Вот почему после бесед долгих я убеждаюсь, что хорошо, когда служители поместные со всеми находят возможность беседовать, кто покаялся. И спросить, у меня все в порядке? И тогда возникает вопрос. А вот скажите, а вот это вот нормально? Нормально. А я думал, что нет. А я сомневался, что мне прочь иные грехи. Следовательно, получается, что после покаяния обязательно возвращаются какие-то вещи, желая снова занять свое место. Прежние любимые грехи, привычки или недостатки. Еще, допустим, нервозность, нетерпение, раздраженность и еще что-то. И мы говорим себе, ужас, я покаялся, изменений нет. Дело в том, что все это впереди. А первые шаги нашего уверования и возрастания всегда сопровождаются чем-то поражением. Там, там, там. Но потом мы обретаем силу и спокойствие. Еще одна тема, очень тяжелая, которую я только упомянул. Диане Апостолов, 19 глава, там 18-19. Там написано о чародеях. Кто помнит, да? А из занимающихся чародейством, что делали? Помните там, что они? Принесли книги, сожгли, а до этого раскаялись и исповедались. Может, кто открыл это место? О, хорошо. Геннадий. Многие же из уверовавших приходили, исповедая, открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цену их. И оказалось их на 50 тысяч. Да, спасибо. Вот вы знаете, первая тематика мы касались, особенно юноши. Почему-то вот наши конференции молодежные показали о том, что у многих бывает сомнения в покаянии, в прощении грехов, очищении кровью Христа, все грехов, потому что они пытаются вернуться. А вторая область, которая, может быть, не так она шумна, и как-то люди не особо в этом говорят, и не все занимались, это бывший оккультизм. И вот это все служители встречают, и я встречал и здесь, и на Кавказе мы встречали, и в церквах, и в России, и в Казахстане, и в Греции, и в Испании, и в Германии, на Аргентине, на островах филипинских, везде. И вот кто занимался сознательно вот этой областью оккультизма, почему-то их в большинстве случаев возвращается. И конница Чапаева ночью несется по потолку, да, и шум, и мало ли что, даже здесь в Америке довольно многих беспокоит это. Или к детям после 12-го приходят, духи пытаются душить младенцев, особенно, или малолетних детей. И запахи ужасные распространяются по спальне, приходят откуда-то. И вот когда нас приглашают, мы приходим, спрашиваем, беседуем, мы говорим, вы этим занимались? Да. И вот получается, что оказывается, во время покаяния первичного, они не знали, они просто Господу сказали, Господи, прости нам грехи наши. И вот таким, может быть, не всем, кому проще, но их не беспокоит. А у кого беспокоит, особенно я помню в Греции, это я слышал и видел, тем нужно обязательно побеседовать, чтобы они рассказали, что это было, как было, в кого это было сознательное ваше участие, чтобы специальная молитва была, и вы стали свободны. Будете ли вы свободны? Будете свободны. Итак, первая истина, которая, вот я вам сегодня сообщаю ее, есть у кого-то, есть какие-то сомнения в покаянии, или приходит беспокойство. Вот Матфея 3,6 говорит о том, что приходили прежде и сейчас, кто покаялся, что-то беспокоит. Помолитесь, чтобы Бог направил вас к людям опытным, духовным, на местном уровне, в наших поместных церквах, но если нет, то пошире, ничего страшного, чтобы вам найти беседу, время для этого, чтобы вам было легче, и вы освободились. Это первая часть. Это не законно, просто рекомендация, или просто такой добрый совет для того, чтобы нам духовно возрастать. Еще одно. Перед крещением. Еще раз прочитаю это место, чтобы его не забыли. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога доброй совести, поставить воскресением Иисуса Христа. Второе место. Вот когда мы проводим беседы с крещами в поместных церквах, и довольно многие уже советуют тоже, ребята особенно, там, сестры молодые, или ребята, которые покаялись, если вы вот сейчас готовитесь к крещению, если вас что-то беспокоит, подойдите, побеседуйте. Почему? Потому что после покаяния бывает, что некоторые молодые люди не устояли в чем-то, или девушки, или ребята. И некоторые из них, не зная Писания, думают, что когда я буду принимать крещение, и буду входить в воды, в озеро, как у нас там, Медиаловик, или у вас где-то еще на берегу, то вы погрузитесь в воду, и все это омоется, вы встанете и пойдете свободны. Сейчас брат Петр почитал из Библии, что это не так. Омытие в воде грехов не происходит. Омытие грехов происходит только кровью Иисуса Христа при нашем раскаянии и исповедании. Поэтому это истина, помощь кому-то, кто нуждается в ней. Если кто-то готовится к крещению, ребята, если вы что-то имеете, трудности, помолитесь, найдите с кем побеседовать, чтобы в воды, в водоемы или озеро вы входили свободными, прощенными и омытыми. Помню, в одной церкви там у нас, там у нас много церквей, я вхожу в фойер и группу молодежи. Я здороваюсь, и один особенно меня удивил. Я говорю, Миша, приветствую, приветствую, имя не настоящее. И вот такая косичка у него. Я говорю, Миша, я помню, ты покаялся на конференции года два назад. Я был свидетель этого. Он говорит, да. Я говорю, ты крещение принял? Он там сразу сник и говорит, нет. Да я же вижу, что такая внешность, но... Я говорю, а в чем дело? И он так вдруг тихо говорит, чтобы ребята не слышали. Он говорит, замарался. И такая тишина, он на меня так смотрит. И прямо как-то так жалко стал выглядеть, смутился. И мне так его жалко-жалко. Я так обнял его, говорю, а почему? Он говорит, дядя Боря, ужасно охота вернуться к тому, когда я покаялся. А вот когда я первый раз что-то сделал, и потом как покатился, а теперь совесть не позволяет в воду ходить. Грешен теперь я. Я говорю, Миша, надо возвращаться. Он говорит, сил нет. Вот это и есть в области души попечения. То есть ему нужно помочь. Вы думаете, он всем доверяет? Нет. Почему? Да по разным причинам. Плохо это. Плохо, что не доверяет. Нужно доверять братьям, находить с ними общую молитву. И помнить, чтобы они видели, как отец родной семьи оказывали помощь во всякое время. Итак, перед крещением, родители особенно, кто-то из служителей здесь может быть и есть, есть ли у вас такое служение, и вы занимаетесь этим. Вот один из добрых советов о том, что если вы видите молодых людей и сомневаетесь в ком-то, расскажите эту тему, полезность исповедания, на основе Библии, которая принесет вам пользу, укрепит ваши силы и снимет вашу вину. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Третье. Третье мы говорили евреям 13.4. Или кто повторит еще место, прочитает это? Ну, для того, чтобы запомнили. Да, брат Олег? Нет? Не готов? Кто готов? Брак у всех добудет честь и ложа непорочна. Брак у всех добудет честь и ложа непорочна. Буквально последний брак у меня был на прошлой неделе. В субботу. И когда мы проводили тематику с этими молодыми людьми, я как раз им обо всем этом говорил. И одновременно выбрал время и попросил разрешения у родителей отдельно с ними поговорить. И с ним, и с ней. И вот там я задавал им вопросы такие, немножко конфузные вопросы. Но я их задавал, потому что я переживал о будущем их. Дело в том, что если кто-то что-то имел где-то, как-то, с кем-то до брака, и в этом не покаялся, и сокрыл, обязательно оно в будущем выйдет, потому что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Потому что был однажды такой момент, когда приехала семья, и нам говорят, вы спросите их, как они оттуда уехали. Я так почувствовал, что-то не очень хорошо. Я отозвал брата, он не сразу, а так спросил. Издалека он весь побледнел, и говорит, что уже наговорили. Я говорю, да никто, ничего. Он говорит, тогда сам скажу. Сын у меня растет. В другом городе. Он говорит, такая вот беда в жизни произошла. И потом всю жизнь сопровождает эта боль. У него семья теперь. Там где-то что-то произошло, он не женился, там, ну, вроде верующий, неверующий, слабый какой-то. А потом, когда все сложилось, когда все открылось, и теперь он несет этот груш, потому что рядом половиночка, дети уже. И ужасно тяжело, ужасно стыдно и больно, потому что прошлое тяготит. Ну, это знают, потому что в церкви этот вопрос решался. А у некоторых где-то кто-то как-то это произошло. И вот он готовится к браку, полюбил девушку, хорошую сестру, замечательную. А тревожит мысль, а как там, что было, как это быть? Скажешь, значит, брака не будет, она не простит и ничего. Лучше это я сокрою. Вот ребята, ну, я говорю, ребята, потому что кто из вас не женат или не замужем. Первое. Не бойтесь открыть сокрытое, потому что это лекарство. Лучше откроете до, тогда вы будете легко дышать и жить, и вы будете свободны и честны пред тем, кто рядом и перед небом. Не сделайте этого, у вас семья не образуется. Ну, это может быть секрет для женатых, для молодых, а для женатых, может быть, нет. Нет, семья, в которой не все благополучно, они вот не могут склеиться, как две половиночки, особенно иногда жены, они говорят, ну, Ваня, что-то вот не то, вот. Ну, ничего не могу сказать о тебе, ты безупречен. Но не склеиваемся мы. А причина-то не сегодняшняя, а в прошлом. Так вот, добрый такой совет. Если вы будете создавать семью, имейте в виду, вступайте в брак освященными, очищенными, с развязанными узлами. И здесь уж я уж вам очень советую, эти узелки развязывайте с местными служителями, потому что они могут вам помочь, ведь им решать вопросы брака, возлагать на вас руки или решать ваши будущие семейные проблемы. Перед браком обязательно, если вы ходите пред небом, если вы любите по-настоящему его или ее, равны сестры. Если у вас что-то было, не обязательно там самое крайнее, но если у вас даже что-то было где-то, и оно вас мучает в совести, первое, это замечательно, что вы неспокойно, у вас душа жива. Господь вам близок, вы неравнодушны. Это говорит о вашей еще жизни внутри. «Ищите освобождение, ищите полного прощения Божьего, омытие в крови Иисуса Христа». Ну вот, может быть, сколько недели, четыре назад, звонок тоже был, одна сестра и говорит, «Я вот так хотела со мной побеседовать». И так рассказала. Ну, вроде бы и немного, но то, что ее беспокоило, я поразился того, что как работает Господь с ней, что даже то, что она себе позволила немногое, лишило ее сна, покоя и мира внутри. Это замечательно, в том смысле, что она бьет тревогу, «Не могу, не могу, хорошо, помолились, покаялась, она вздохнула и говорит, ой, как хорошо стало». И это правда. Дыхание приходит, жизнь возвращается. Конечно, мы все не можем говорить, потому что у нас время мало, она, тем более, и говорит очень быстро. То есть, вот первое, после покаяния, перед крещением, перед браком. Четвертое, перед избранием на служение. Первое Тимофею 3.10. Там написано точнее, «Ескип, если ты желаешь быть еписком». А может, что-нибудь откройте, прочитайте, чтобы более точно было. Итак, Первое Тимофею 3.10. Кто скоро открывает Библию, пожалуйста. Открыл. Итак. «И таковых». Ну, с первого стиха написано, верно слово, «Если кто епископство желает, доброго дела желает». А вот дальше 10 стих. «Ибо таковых надо бы прежде испытывать, а потом, если беспорочно запускать до служения». Правда, жены должны также быть. Честные, не клеветницы. Ну, и там 12 стиха дякон, должен быть муж одной жены, и так далее, и далее, и далее. То есть, в вопросе служения это особенно важно, потому что служение – это служение в поместной общине, служение душам. А вот в послании к Тимофею 5 глава, 22 стих, там он говорит, вторая часть. «Храни себя чистым». Давайте повторим три часа вместе. «Храни себя чистым». Только не зевайте на меня, глядя. Я понимаю, что вы устали, и все устали, но наберите немножко терпения. Если вы устали, можете встать, и сразу раз – он пройдет. «Храни себя чистым». Я ехал в машине в соседний город, вставил объединенный дисков у меня был. Я был давненько. Проповедь идет, открытая, поэтому она в эфире, поэтому я вам ее напомню. В одной поместной церкви, нужна была в дяконе. Ну и была молитва, и братья обратили внимание на Николая. Такой хороший, степенный человек, семья, двое или трое детей, не помню точно. Исполнительный такой, работяга, любит очень семью, детей, жену, никогда полный никому не подавал. Ну и братья как-то предложили ему, он сразу категорически резко отказался. И раз, и два, и пять. Ну, прошло несколько лет, года три-четыре. Потом однажды братья говорят, ну, может быть, жена ему не дает, потому что есть жены, которые не дают мужям служить. Кто с сестрой вас не дает мужу служить, ну-ка поднимите руку, чтобы мы сразу показали, как это в жизни. Нет таких? Ну, нет, ладно. Ну и стали с ней беседовать, сестра Екатерина, может быть, вы поможете нам, у вас замечательный муж, все хорошо. Вот как-то он всегда категоричен, отказывается. Она говорит, ну, я ему не возбраняю. Нет, я иногда говорю, что, ну, если тебя братья нуждаются, почему ты? Да нет, да нет, да нет. Ну, тогда она решила помочь. Она ему говорит, так нельзя. Раз братья нуждаются в церкви, почему ты не хочешь? Я тебе дам все условия, я тебе никогда не мешала. Я понимаю, что в церкви нужно трудиться. Соглашайся, я буду помогать. Ну, он колебался некоторое время, потом дал согласие. Прошло несколько лет. Однажды, вернувшись после работы, он пошел душ принять. В это время кто-то в калитку постучал, ну, там, на улице. Супруга выкинула в окошко какой-то мальчик. Она открыла двери, говорит, молодой человек, вам кого? Смотрит, а он с каким-то чемоданчиком стоит. Он говорит, я к папе приехал. К какому папе? К дяде Николаю. Он мой папа. Он здесь живет? С ней чуть плохо не стало на пороге. Но она как-то совладела собой, говорит, ну, заходи. Он заходит с чемоданчиком, она проводит его домой. В это время открывается дверь, душевая комната, и выходит супруг. И она, поворачиваясь к нему, говорит, Коля, вот этот паренек говорит, что он к папе приехал. Это правда? И он, выйдя в халате из душевой комнаты, глянул на этого молодого человека, а не как копия. Ну, в одно лицо. Конечно, изменился весь, сразу повреднел. Сел тихонько и говорит, вполне возможно. Вполне возможно. Ну, и она тогда спрашивает, ну, а сколько тебе лет? Ну, что-то около 17, что ли, лет. Ну, и потом уже выясняется о том, что да, действительно, ранние годы он ездил по командировкам, был наладчиком. И в одном месте женщина подошла и говорит, можно с вами познакомиться? Я вижу, что вы у нас работаете, вот две недели запуск, запуск тут машин производите. Вы не курите, не пьете, не рюгаетесь. У меня годы, я замуж не вышла, да и не выйду. И сегодня трудно выйти замуж на нормального человека. Таковый такой человек, я бы хотел попросить вас, я хочу, чтобы меня кто-то в старости досмотрел. Я вас в гости приглашаю. Я ни на что не претендую. И ни на наследство, ничего. Просто я хочу, чтобы у меня кто-то был. Или девочка, или сыночек. Ну, конечно, за две недели, наконец, она пригласила его. Он побыл и уехал. На всякий случай, она тихонько записала паспортные данные. Он об этом не знал. И вот, когда прошло год, и она заболела, у нее раковая опухоль. И она поняла, что она жить уже не сможет, не будет. Она ей говорит, сынок, у тебя папа есть? А он всю жизнь ее спрашивал, а где мой папа? Она говорит, у тебя папа есть. Он живет в таком городе, у него есть семья, поэтому я тебе не говорила. Вот, пока я еще жива, съезди к нему, потому что кто-то должен о тебе позаботиться. Собрала его, и он приехал к папе. И потом была в церкви развязка тяжелая и тяжелая. Мы с вами говорим, что при избрании на служение советуем, рекомендуем на основании Библии, чтобы если кто-то является кандидатом на служение, побеседуйте со служителями. Ведь многие узлы можно развязать прежде, и они благополучно завершатся, нежели позже, когда они будут иметь тяжелые последствия. И это в любом плане. Это в плане брака, потому что есть хронические заболевания, которые не говорит ни молодой человек, ни невеста, будущая жена. Или бывают травмы после аварии, или производственные болезни, последствия ее. Не бойтесь открыто рассказать, потому что будущее покажет, что у вас не все хорошо. И будет вопрос такой, почему ты мне раньше не сказала? Как мы с вами сейчас читали, Евреям 13.4. Брак у вас будет честным, открытым, расскажите. Это не значит, что его не будет. Но если он согласен понести вот это, или она согласна это понести, это замечательно, потому что у всех есть какие-то недостатки. Но если сегодня нет болезни, они придут завтра. Вы об этом знаете, да? Болезни придут. Знаете об этом, да? Поэтому с самого начала, если даже их нет, это не значит о том, что они не придут. Итак, мы с вами говорили на четвертый пункт. Это советы и исповедания перед тем, как избираетесь на служение. Пятое. Это заболевание Иакова, пятая глава, пятнадцатый, шестнадцатый стих. Итак, если когда приходит какая-то атмосфера заболевания, трудность различного характера, и вы чувствуете о том, что врачи не помогут. Есть такие заболевания. Хотя они об этом не скажут, но вы знаете, чувствуете, что не помогут. Есть исцелитель, помощник наш Господь, который всесилен и снимает болезни. И делает это очень просто и легко. Мой первый опыт, когда я был начинающим служителем в Большой общине Западной Сибири, было два основных пресс-фитера, я был третий как помогающий, и они меня учили. И вот однажды одна из сестер подходит к пресс-фитеру основному, сеньор пастор, и говорит, приедете ко мне домой, брат, ей пятьдесят два года. Он мне звонит домой, говорит, брат, быстренько приходи вот в такой день, вечером к нам едем на посещение в семью. И вот мы едем втроем. Это было такое одно из первых посещений, когда мы больного посещали. То есть она была больная. Потом мы приехали туда, и она плачет и говорит, братики, помогите мне, вот я, мне обнаружили заболевание. Где-то, видимо, вот в этой части или горла, или что-то еще. Раковая опухоль появилась, уже это ясная была. И она говорит, я приготовилась вроде бы принять, как от Господа. А мои подружки говорят, я такая молодая, здоровая, у тебя сын, папы у них не было. А ты собралась умирать? Да вот как у Акова, говорит, написано, пригласить пресс-фитеру, вы будешь и жить, и все, радоваться будешь. И она говорит, у меня эта мысль пришла, я вот пригласила вас. И тогда старший пастор, он многодетный, десять детей, она говорит, сестра дорогая, мы помолимся с удовольствием о вас. Ну, так у меня вопрос, скажите, а для чего вы просите здоровья, чтобы мы так серьезно и обоснованно просили вам здоровья у Господа? И она растерялась. Она не готова была. И я тоже так, первый раз слушаю, думаю, интересно как. И она, ну, ну, а у меня сын, надо его вырастить и женить его. Ну, брат, говорит, записал, говорит, очень серьезная причина, хорошо, может быть еще есть. Она говорит, да, есть, вы знаете, я в деревне вот жила, там родня у нас, а я когда приехала в город работать, я здесь покаялась, и там никогда не была, там такая родня. Я хочу там поехать, пожить там с полгода, проповедь всем, сказать, что обрабротились люди. Он говорит, ой, очень хорошая такая нужда. Вторую и третью она, но я не буду называть, третья была причина. Ну, и тогда они, значит, пост молитва, помазание маслом, все это елеем как было, я это все смотрел, видел. Она поправилась, вернулась, все к служению, опять забегало все. Это был первый мой опыт, что сила здоровья, вернусь здоровья, она в руках у Бога. И оказывается, зависит от нашего желания. Вот, пожалуйста, эта сестра была первой моей практикой, потом было много уже. Прошло несколько лет, сын подрос, увидел девушку хорошую, полюбил, как всегда, потому что созрел. И был брак, и он женился. Потом она в деревню съездила, побыла, все, потом третья причина решилась. И потом однажды пастор снова звонит на нее и говорит, брат, варис, приедь, надо к сестре. И к той поездке, у которой мы были несколько лет назад, помнишь, вот такая-такая. И говорит, что такое есть нужда. И снова мы втроем приезжаем. Она встречает нас, помолились, и снова присидит и говорит, ну, сестра, мы очень рады, что ты вот поправилась, все, вот тебе сообщаешь опять, болезнь вернулась. Она говорит, да. Что вы хотите? Она говорит, я хочу, чтобы вы снова помолились, чтобы мне снова дальше выйти. Он говорит, какая причина? Ну, надо записать. Вы знаете, она как заплакала. И она против нее сижу и говорит, братик, я жить хочу. Я хочу жить. И он говорит, ну, сестра, а что так плачешь? Это нормально. Это хорошая причина. Но только мы будем молиться, да будет воля твоя. И она так приостановилась и говорит, хорошо. Ну, и мы помолились, было помазание, все. Через полтора года мы ее похоронили. Но умирала она совсем другой. Она прямо видела, и я это видел, что Господь близок, что когда она заболела, нужда была, он ей дал здоровье еще. Но время ее вышло. И уже уходила спокойная, умиротворенная и тихая-тихая. Мы говорим о исповедании. За это время она привела в порядок все у себя в жизни, поэтому ничего ее не волновало. Во время заболевания, как правило, когда мы приходим, служители, обязательно мы советуем, сестра, когда мы будем молиться, служением рук, там, а там написано, рук не возлагай ни на кого поспешно, чтобы не участвовать в грехах. Поэтому вы сами позаботьтесь о себе. Если у вас есть какие-то причины, внутри помощи не будет. Даже если мы руки возлагаем, даже если мы елеем, помазаем. Поэтому ваше здоровье в ваших руках. Никто не спит? А, встали. Хорошо. Молодцы. Итак, ваше здоровье в ваших руках. И когда мы беседуем, то тогда действительно люди, понимающие, знающие истину, если их что-то волнует, то они молятся. Мой папа терял здоровье. Он терял зрение. И он испугался. И он мне говорит, сынок, я теряю зрение. А я, говорит, так люблю читать Библию. Но мы же знаем, как вы сейчас вот читали. И он говорит, я пойду к братьям, чтобы помолились. Идите. Он пошел, я тогда не был еще присветителя. Он пошел к братьям, и говорит, братья, вот так написано, я хочу. А присветитель говорит, ну если вы ни на кого ничем не имеете, он говорит, нет, я на вас не имею. Он растерялся, говорит, ну давайте побеседуем. Что такое? Он говорит, вот текст неправильно написан там. Он говорит, да вы что, не могли раньше подойти? Ну и они выездили, побеседовали, они помолились. И он мне говорит, зрение остановилось, больше не падает. Я читаю, мне этого достаточно было. Он мне стал молодым, у него нет орлиного взгляда. Ничего подобного. Но его нужда исполнилась. И когда он развязал эти узелки свои, оно раз остановилось, и до самой смерти он не нуждался. Я просто вам рассказываю, чтобы вы верили в истину, что и исповедание работает на наше духовное, даже телесное здоровье, тогда, когда мы пользуемся этим для славы Божьей, для пользы нашей души. Последнее. Перед смертью. То же самое я хочу 5 стих читать. Вернее, 5 глава Иакова, 16 стих. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Смотрите, братья и сестры. Когда я начинал вам читать 33-й псалом, вернее, да, 31-й псалом, да, 31-й псалом, 5-й стих, я обратил внимание на одно слово. Я его сейчас повторю вам, потому что это очень важно. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Всегда возникает вопрос, а нужен ли второй человек рядом, который бы участвовал в моем исповедании, чтобы навести порядок в сердце. Нужен ли? Библия говорит о том, что нет. Нужды во втором нету. Вот этот текст, который я прочитал вам, текст. «Но я открыл тебе грех мой». Оказывается, самая правильная форма исповедания наших недостатков и согрешений, это беседа с Господом. Но мы с вами прочитали у Иакова, оказывается, не все после этого сильны устоять. Мы люди. И вот кто не имеет силы устоять после исповедания перед Господом, вот им есть такая рекомендация, признавайтесь друг при другом, чтобы вам исцелиться. Кто-нибудь вспомнит место. И вот там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди. Вот эти стихи работают. Кто из вас сегодня пользуется путем молитвы исповедания перед Господом, имеет успех, победу и свободу, слава Богу, у вас нет нужды. Но практика показала вот за эти все годы, долгие годы о том, что не все имеют эту свободу, не все имеют победу. Поэтому мы им и говорим, как написано у Иакова, о том, что признавайтесь, рассказывайте, чтобы вам вдвоем иметь беседу и победу, войну против греха, чтобы пользоваться кровью Иисуса Христа, примирением с Богом и противостоянием дьяволу. Вот второе, то есть пригласить, чтобы была помощь. И примеров настолько много относительно этого. Вот я вам сейчас несколько моментов назову. Я был в одном городе, очень большой город, и один из служителей, деканок, взял меня приночевать. Ну и как всегда, мы беседуем, советуемся, рассказываем некоторые переживания. И он мне говорит, знаешь, брат, я тебе расскажу переживания мои, которые связаны с исповеданием греха. И она меня так порадовала. Я простырялся, думаю, ну, ну, раз вкуда он так расположен. Он говорит, когда мы приехали сюда, в Америку, работать не могу устроиться, языка еще нет, а рядом апартменты, кто-то мне помог устроиться там убирать. Ну, апартменты, когда семьи там выезжают, там после них навести порядочек. И он говорит, однажды дали поручение в офисе, я убирал одну комнату, и в углу журналы для взрослых было, может быть, штук пять или десять. И меня, говорит, так объяло любопытство, я же никогда этого не видел. В России же этого не было в те годы. А если было где-то, может быть, скрыто было. Я, говорит, вынужден выносить. Я, говорит, глянул так, мимоходом вроде бы, чтобы своей совести, ну, не мучительно было. но все равно, глянул, потом все выбросил, вычистил. Проходит, говорит, неделька, а на следующей неделе вечеря Господня, и я потерял покой. Ну, я, говорит, себя убежал, что я же там не углублялся там, я не пытался рассматривать, но случайно, но ничего не помогало. Внутри такое мучительное состояние, даже сон уходит. Проснусь, там бьет, там 3-4, или сколько сна, нету, мучения. И чем ближе вечеря, тем внутри не могу. Я, говорит, и так, и так думал, а потом, ну, что делать, ну, что делать, надо исповедоваться, видимо, тогда придет свобода. А к кому? Надо к пастору. Ужас, это же как поднимут на щит, это потом беда, не жизнь будет. Ну, говорит, когда уже приходило последние дни, я так помолился и сказал себе, потому что покоя нет, а пусть. Пусть хоть что делают, хоть на замечание поставят, но я так не могу, я же теряю общение с Богом, я вечность теряю. Я сам не свой. Жена справит, да что с тобой, да что ты с лица изменился, что ты не спишь, что ты вздыхаешь, ходишь, а жены, они же все видят. Сами знаете, но еще не знаете, то узнаете. И он говорит, я пошел. Зазвонил пастору, он говорит, приходи. И когда, говорит, я пришел, я рассказал, брат, дорогой, что хочешь, делай, вот так произошло, каюсь, мучаюсь, плачу, не могу. Я, говорит, смотрю, а пастор заплакал и говорит, как хорошо, что ты пришел, ты же не первый. Оно приходит ко многим, это искушение, когда мы приезжаем вот или приехали сюда. Брат мой, давай к молитве. И мы, говорит, как замолились, и он, и я помолились, потом встали, как обнялись, оба плакали. И я, говорит, неожиданно приобрел брата. И так приобрел его, я же боялся его. Мне казалось, он такой страшный, там сейчас сдаст, так сдаст уже. И он мне рассказывает все это. Я на него смотрю, у него и сейчас даже слезы выступили, думаю, надо же как. Вот когда мы идем открытым путем и даем себе так сказать, ну казнить, так пусть казнят, но лишь бы душа, чтобы она жива осталась. Бог милость приготовил нам, потому что когда мы идем путем исповедания, очищения или развязывания узлов, Господь знает и уже спешит нам приготовить радость. Это первое. Второй момент. В Сакраментое был большой съезд несколько лет назад, я там тоже был от медвеста как представитель. Вот беседу вел Франц Тиссин. Дни съезда прошли нормально, но в последний день к нему записки приходили, желания, побеседуйте с братьями, у братьев, служителей, много вопросов. Ну и переговорили, назначили на понедельник на 7 часов. Сречь о братьях, кто желает, без ограничения. Ну, желательно, конечно, чтобы служители были, потому что это полезно. И когда мы собрались в комнату, не вещать, другую. В общем, огромная аудитория, когда примерно почитали, больше 200 братьев пришло. Ну и когда он открыл, дипломат достал листочки, там большая часть вопроса характера, чистоты, нравственности, особенно литературы, программ, всяких интернета, всего, грязных вещей, которые иногда всплывают, приходят, то, что я вам перед этим рассказал. может быть, кто-то из братьев случайно попал, а кто-то действительно заинтересовался этим. Вот эти вопросы. И он встал и имел с нами беседу. И меня очень удивила беседа. Он говорит, братья, в одном городе у нас была такая встреча регулярная, то ли конференция, то ли съезда. Был такой же вопрос. Я встал и сказал, братья, служители особенно, если кто-то из вас попал в эту сеть, случайно может быть, в интернете или еще где-нибудь, и вы чувствуете внутри ущемление такое, совесть неспокойная, мучение, давайте там договоримся. Сейчас подходите мне, говорите, ничего не будет. Работает исповедание. Ничего не будет. Но когда в вашей поместной церкви, это обнаружится, тогда же, конечно, будет так, как по местной церкви, как написано, будет решаться вопрос с наказанием. И вот все так внимательно слушают эти 200 с лишним человек. Он говорит, когда я все-таки побеседовал, и вдруг такой, в вздохе, в зале такой возраст. Ну и что? И он говорит, после этого столько подходило братьев, много вопросов. Ну, я просто не ожидал. Не то, чтобы много, но я ожидал, там может быть, один-два подойдет, ничего подобного. И когда подходили, я был так рад, что они решились подойти, и мы приобретали друг друга. Помолились и завершали. Кровь Иисуса Христа работала, и наступила такая родная, родная атмосфера доверия, простоты и любви и любви друг к другу. Вот я там слушал, и думаю, как хорошо. Когда вот есть такая борьба, чистая, откровенная, используется исповедание, открытие с тем, чтобы быть здоровым, крепким, утвержденным, и чтобы нам не иметь последствий. студент меня поразил один. Подошел молодой человек ко мне в одном городе и говорит, выше меня ростом, такой худой, говорит, брат, вы можете ко мне домой приехать? Я им адрес дам. И говорит, у меня папы нет. А мне в жизни папа, надо поговорить с ним. А у меня нет его. Я так почувствовал, что ему это очень надо. Я говорю, ну давайте адрес. Он мне адрес дал. Я выбрал за эти дни и время, приехал к ним, он студент. Дома он был один к этому времени. И он говорит, вы знаете, я уроки готовил, я в колледже занимаюсь. И какая-то вещь, раз выскочила, я не женатый. И она меня сразила, она меня. Ну и мы открыли несколько мест, я ему читал, спрашивал, беседовали, потом пригласил к молитве. И он плакал. Как он плакал? И он в молитве говорил, Господи, папы нет у меня. У других есть, они могут помочь, у меня никого нет. Вот спасибо, что брат согласился прийти. Потом я молился, потом мы встали, он меня как сводил, как прижал к себе. Знаете, так до сих пор помню. Потом рожал, мне улыбается куетуй. Как хорошо, когда у кого-то есть папы, которые знают и помогают сыновьям. А вот вы мне помогли, как папа помогли. Ребята, молодежь особенно, сестры, девушки, ребята, ищите духовные свободы, потому что у Бога много сил, ему нужен только чистый сосуд. Очищайтесь, освещайтесь, и вы будете иметь успех во всем. Помните, как написано? 28, 13, притчи, скрывающие свои преступления, помогите, не будет иметь успеха. А кто открывает и оставляет их, тот будет помилован. Это работает. Не скрывайте, потому что сокрытие принесет болезнь затяжную, долгую, и травма будет не только на сердце вашей половиночки или половины, а на детях. Ну, ну, так получается, что ненормальная жизнь или, скажем, болезненное состояние духовное одного и другого. Это не атмосфера хорошая для детей. Это не хорошая атмосфера. Поэтому, если кто-то, осталось немножко, если у кого-то есть какая-то тревога, причины, узлы прошлого или на сегодняшний день мучительные, не держите, потому что держание вот этого время, оно только заболевание вызывает у вас. Когда мы идем к Богу, просим милости, исповедуемся, и потом с кем-то беседуем, ну, как все, как правило, все говорят, тут на 50%, только рассказал, сразу отвлекло, отпустило на 50%, теперь дышать могу. Да, теперь можно дышать, теперь можно работать, и теперь можно надеяться на полное выздоровление. я, наверное, сейчас практически вам все рассказал, сейчас я посмотрю еще, может быть, какие-то моменты просто для вас повторить. здесь есть, а, последнее, разберусь, я виноват, в Миннесоту приехал служитель, он уже в годах, но он сейчас служитель, большой общины, одной из стран, а я был свободный, ну, в смысле, я не работал здесь, я посещал церковь, это моя была занятость, нагруженность от братьев, я ему говорю, брат, давайте я вас с собой посещать, семьи здесь ездят на машине, вы же свободны, он с удовольствием, и вот, когда мы ехали, однажды он мне рассказал переживания целой церкви, я вам это сегодня рассказываю, он говорит, знаешь, брат, у нас пять служителей, я самый взрослый, самый старший, мы, говорит, почувствовали все разом, что в церкви что-то происходит, молитв почти нету, хоровая площадка пустеет, на занятия не ходят, проповедники отказываются проповедовать, молодежь не идет на собрание, какое-то собрание скучное, вялое, какая-то сонность наступает, мир теряется в семьях, мы так встревожились, стали беседовать, молиться, и вдруг нам приходит мысль о том, что что-то внутри происходит, в церкви, в членах происходит, но это же божья работа, и от нас же приходит мысль одному из братьев, их исповедание бы надо, ну община же большая, как это сделаешь, и вот постепенно наш имя с тобой общая, а что если мы церкви расскажем это, ну я сказали, стали рассказывать церкви исповедание, полезность, очищение, сердца, души, помощь, не обязательно, в свободе духа, и когда же это рассказали, попросили, а давайте мы в церкви помолимся, пост назначим, чтобы эта работа пошла внутри, церковь постилась, молилась, и потом назначили одну неделю, я говорю, как неделю, да, с понедельника до субботы, и объявили братья и сестры, у нас пять служителей, в нижнем помещении, будут пять кабинетов, вот вы все, с понедельника с утра до субботы мы все будем здесь, ну, с утра, это какого-то часа, не запомнил, все, кто желает прийти, для беседы с исповеданием, наказаний никаких не будет, вот эту неделю, кто придет, мы вас заверяем, потому что это зов вашего сердца, это мучение внутреннее, это желание освободиться, вы же в свободе будете приходить, не будет, только одна неделя, я так удивился, я говорю, да вы что, это в наши дни, да, это в наши дни, и церковь восприняла, восприняла сразу церковь, ну и что, ну и мы когда, говорит, назначили эту неделю, с понедельника люди пошли, пошли потихоньку, с утра и до вечера, и даже в один из дней времени не хватило, то есть хотели, а уже время вышло, я говорю, ну и как он говорит, большая часть церкви прошла эти беседы, большая, может быть даже большую половину, я говорю, ну и, и он говорит, через месяц, полтора мы заметили, церковь стала выздоравливать, я говорю, да вы что, да, да, и хор заполнился, и проповедник, и проповедь, и покаяние, и примирение между людьми, и в семьях тоже примирение, и он говорит, когда мы это все увидели, мы поняли о том, что истины Божьи, они работают, они живы сегодня, нам нужно только пользоваться, и доверять, вот это переживание было здесь, в Миннесоте, я с ним ездил, потом я ездил туда, смотрел, как что, работает это, независимо от количества, это не значит правило для всех, но если в семье есть нужда, подумайте, если в сердце у кого-то персонально есть нужда, подумайте, если в вашей церкви есть какая-то нужда, побеседуйте, потому что Божьи пути, они удивительны, они нам приносят радость, облегчение, освобождение, и развязываются узлы, ну и все, я вам все рассказал, в принципе, закончу только одним текстом, который вы знаете, это первое послание Анны, первая глава, девятый стих, кто помнит на память, если мы, кто помнит, вот этот текст я даже в тюрьме использовал, в лагере женском использовал, где две тысячи женщин находились в заключении, вот этот текст он работает, только там одна фраза очень важная, запомните, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи венен и праведен, простит грехи наши, и очистит от всякой неправды, самая большая беда, что люди не могут принять, я прямо с Библии говорю, верите, что Господь простил, да вы что, такую грешницу, я же убийца, я сдала беседу с убийцей, женщиной, потом снова, потом снова, и когда она поняла, как упала на пол, а там офицер стоит, женщина, они не могут один на один оставлять, как она плакала, когда получила прощение, встала новым человеком, она говорит, теперь я спать буду, я говорю, как, она говорит, я же спать уже, пять лет не могу спать, то, что я сделала, и мне не дают покоя, и внутри нет покоя, я спать не могу, то есть, Божье прощение ей дает сон, и вдруг меня так обхватило, как обняла, а офицер так странно смотрит на нее, она говорит, так мне хорошо, и теперь вот истину узнала, вы пришли, открыли, теперь я буду спать, наконец, в жизни, все, время для молитвы, если вопросы есть, времени нет для вопросов, но завтра у нас будет снова беседа, не знаю, какая аудитория будет, наверное, в это же время, 2.30 до 3.30. Продолжение следует...